Добрая сестра, чуткая жена, заботливая мать. На ней держатся дом и семейство. Именно от ее самочувствия, причем как физического, так и психического, зависит не только состояние каждой конкретной семьи, но и общества в целом. Столько ролей слилось в одном слове – женщина. Встреча-диалог, организованная участниками проекта Кэшер, построение гражданского общества через женские объединения – это попытка обсудить злободневные вопросы напрямую с аудитории. Ведь если здорова женщина – здорова семья, а значит – здорова и общество. Вот что мешает женщине быть женщиной? Я недавно посмотрела фильм Тарковского «Каток и скрипка». Все фильмы Тарковского смотрела, а это его первый студенческий фильм. И там была прекрасная сцена. Мальчик скрипач спрашивает водителя катка, а что ты куришь? Это разве вот… он говорит, да вообще это ужасно. Он говорит, ну а зачем тогда ты куришь? Он говорит, привычка. Вот как наши вредные привычки мешают нам в этой жизни? Но проблема не только в пагубных пристрастиях к сигаретам и алкоголю. Аборты и проституция многими совершаются впервые и осознанно. А вот что заставляет представительниц прекрасного пола делать это, пытались выяснить приглашенные на встречу студенты медучилища и Брянского госуниверситета. Участники организации «Женщины Брянщины» и проекта Кэшер – врачи и педагоги. Студенты БГУ подготовили социальные плакаты, выразительный язык которых способен рассказать о проблеме по-своему. И что еще важнее – привлечь внимание молодежи. Я считаю, что семья на данный момент является… Поддержка государства пользуется, но не настолько, чтобы она именно сохранялась как институт. Ну, лично мое мнение, что семья как институт сейчас, она не так крепка и нуждается в поддержке, в еще большей поддержке государства. Проблема женского алкоголизма, она намного серьезнее, чем мужского, в силу того, что женщина, как мать, сестра, дочь, борется за своего мужчину, кто бы он ни был, и вовремя бьет тревогу. То, как правило, если страдает какой-то патологией наркологическая женщина, то она обращается уже в последнюю очередь и старается это скрыть до последнего. По словам Владимира Харитоненкова, справиться с болезнью женщине помогает семья. Если самые близкие люди поддерживают и заботятся, есть причина для борьбы с недугом, и выздоровление, как правило, наступает быстрее. Ведь главное – обратить внимание на проблему, протянуть руку помощи. А проблема, она особенно в нашем обществе, она огромная. И вот если то, чего удалось добиться уже, например, скандинавским женщинам, которым в их думу приносят детей грудных кормить мамашам, потому что там половина, каждая вторая женщина в парламенте, каждый второй депутат – женщина. И они очень много добили законов, которые бы охранили материнство, которые бы помогали женщине совмещать и работу, и семью, и красоту, и здоровье. Мы еще сейчас только на пути к этому. Такие встречи, пусть всего лишь попытка разобраться, но и они способны сдвинуть проблему с мертвой точки. Татьяна Глазова, Наталья Гаврикова, Александр Друсинов. События. Брянск.